Всем привет! С вами канал Поделки Самоделки. Если вы еще не подготовились и не знаете, что подарить на 23 февраля, тогда делай такую открытку вместе со мной. Это отличный и быстрый подарок на праздник для наших защитников. Нам понадобится квадрат 12 на 12 сантиметров красного цвета, тонкой бумаги. Складываем его пополам. И еще раз пополам. Раскроем одну половинку и изогнем верхний угол к нижней стороне, придерживаясь центрального сгиба. Раскроем его и изогнем нижний угол к верхней стороне, также придерживаясь центрального сгиба. Поставим отметку карандашом в центре пересечения сделанных линий. К этой точке согнем верхний левый угол. А теперь отогнем его в левую сторону. Только смотрите, чтобы было все ровно. Далее сгибаем правый угол, как я. Теперь просто согнем пополам оригами деталь. Еще небольшой сгиб в верхнюю часть, вот этого нижнего уголка. Раскроем его и по получившемуся сгибу проведем линию карандашом. При помощи линейки сделаем параллельную линию, которая будет находиться на 5 мм от предыдущей. Обрежем по этой же линии, которую только что начертили. А еще срежем вот этот уголочек. В итоге у нас получились два скошенных угла по бокам. Дальше вы поймете, для чего они будут нужны. Немного расправим вот эти крылышки и изогнем их слегка. Раскроем и посмотрим, что же получилось. Шикарная и простая оригами-звезда из бумаги, которую мы сделали своими руками. А еще мы очень легко можем приклеить ее куда угодно. А все благодаря тем самым деталькам, крылышкам. Подправим все сгибы, формируя звезду. В итоге у вас должно получиться, как у меня. Красивая объемная звезда с лицевой стороны, а с обратной вот так. Но это лишь декор для открытки. А для основы мы возьмем зеленую бумагу формата А4. Сложим ее пополам. Перенесем рисунок звезды на основу открытки. Делая ее чуть больше, где-то на 1 сантиметр. В верхней части, где идет сгиб основы, пика звезды будет не заостренной, а шириной также в 1 сантиметр. Теперь просто вырезаем. Получили две звездочки, соединенные вместе между собой. Приклеим в центр красную, нанося любой клей на крылышки с обратной стороны. Придержим ее руками и подождем немного, чтобы клей схватился и наш декор не отвалился. Из квадрата 9 на 9 сантиметров сделаем подвеску. Просто складываем его пополам и на любую из сторон наклеим красный прямоугольник. Чуть меньше размером. Приклеим подвеску на самый кончик зеленой звезды. А пока я клею, порадуй видео своим лайком и подпиской на канал, если еще не подписан. Большое тебе за это спасибо! Получилась такая себе медалька-открытка на 23 февраля. Подготовим небольшой декор из желтой бумаги. Нарисуем листочки карандашом. Вырежем и приклеим их на боковые стороны возле самой красной звезды. И еще кружочки. Смотрится просто шикарно! По всему периметру зеленой основы сделаем пунктирные линии черным маркером. А чтобы было понятно, что наш подарок на 23 февраля, мы сверху в красном прямоугольнике нарисуем эти цифры. Наградите такой медалькой своих мужчин и мальчиков. Подарите им своей поделкой из бумаги немного радости и своего внимания. Не знаю, что подарить на 23 февраля? Сделай сам сюрприз своими руками. Играющая открытка будет отличным подарком для папы, парня или друга. Я покажу, как сделать такую оригинальную открытку на праздник сюрприза внутри. Делать ее очень легко и просто. Ставь лайк и поехали! Для основы открытки возьмем плотный лист бумаги размером 21 на 10 сантиметров. Складываем ее пополам и сразу приступаем к самому главному – механизму открытки. Возьмем все тот же плотную бумагу размером 17 на 6. Складываем сначала пополам по длинной стороне, а затем по короткой. Оставляя в таком положении, загибаем к центральному сгибу два верхних угла. Прижимаем хорошенько все сгибы. Я даже для этого возьму ножницы. Раскрываем полностью полученную заготовку. И еще раз хорошенько загибаем диагональные сгибы. А вот теперь с легкостью сделаем, как я. Загнем вовнутрь боковые треугольники. Перевернем правую сторону влево, как страничку. Далее переворачиваем саму деталь и перелеснем еще раз правую сторону влево. В итоге должно быть вот так. Треугольник сверху и две ножки снизу. На внутренней части основы открытки находим центр, прямо на сгибе, делая пометку карандашом. К центру приклеим сам механизм. Клей наносим только на треугольники с двух сторон. Аккуратно прикладываем к пометке и закрываем открытку, придавливая ее, пока клей не высохнет. Посмотрите, как здорово получилось. Я же говорила, что делать ее очень легко. Такой подарок будет отлично подходить на любой праздник. Пришло время подготовить сюрприз. Остается все та же плотная бумага или картон, размером на этот раз 18 на 6 сантиметров. Подготавливаем следующий чертеж. Делаем сгибы. Получаем такую деталь для сюрприза. Наклеим прямоугольники желтого цвета размером 3,5 на 5 сантиметров. В них можете написать все, что угодно. Так как моя открытка на 23 февраля и предназначена для папы, то так и напишу. Папе. Сначала напишу все карандашом, затем обведу черным линером. А уже после раскрашу своими любимыми маркерами от фирмы Touch New. Да, кстати, кто не видел обзор на маркеры, советую посмотреть. Под видео я даю ссылку на магазин, где можно приобрести настоящие маркеры, а не подделку, как когда-то получилось у меня. Сюрприз готов. Декорируем внутреннюю часть открытки. Сразу наклеим два небольших прямоугольника размером 9 на 9,5 сантиметров и чуть другого оттенка. А теперь смотри внимательно. Клей будем наносить на сам механизм. С правой стороны в верхнюю часть, а с левой стороны в нижнюю часть. Ровно прикладываем надпись с двух сторон, оставляя середину чуть поднятой. Еще небольшой декор в виде сердечек и внутренняя часть открытки с сюрпризом готова. Смотрите, как работает сам механизм. Просто супер! Декорируем лицевую сторону двумя деталями размером 6,5 на 9 сантиметров. Приклеим их на каждую из сторон, оставляя небольшие расстояния от края открытки. Также добавим сердечки и превратим их в воздушные шарики. И от меня маленький совет. Чтобы открытка получилась, нужно использовать плотную бумагу или картон. Дарите радость своим близким и друзьям своими оригинальными подарками, которые сделал сам. Для нашего подарка на 23 февраля нам понадобятся вот такие три шаблона, которые вы можете распечатать. Ссылочку на данные шаблоны вы можете взять в описании под видео. А также два листа цветной бумаги мы взяли желтый и коричневый, плотностью 180 грамм. Ну и, конечно же, конфеты, которые мы положим в этот подарок. Вот эти две фигуры в виде солнышка у нас будут в дальнейшем кубком. И кубок мы будем делать вот такого желтого цвета. А из коричневого картона мы будем вырезать вот эти детали. Это будет основание нашего кубка. Скрепляем при помощи прищепок два листа. Теперь нам нужно вырезать наше солнышко по самому крайнему контуру. Внутренние линии, это будут линии сгиба. Вырезаем. Если у вас дома нет прищепок, тогда вырежите отдельно фигуру в виде солнышка и перенесите его на желтый лист бумаги. Вот эту деталь из шаблона мы вырезаем тоже на желтом картоне. Это будет табличка, на которой мы будем писать поздравления. Мы вырезали наши детали, а также еще вырезали вот такие две полоски размерами полтора сантиметра шириной, а длиной 30 сантиметров. Вот здесь, на этих линиях, мы будем сгибать нашу деталь. Чтобы наши линии сгиба получились ровные, берем линейку и любой тупой предмет и проводим по линиям сгиба, немного надавливая. Если ее будет плохо видно, дополнительно можете провести и на самой детали. Также проделываем со всеми деталями нашего шаблона. А если у вас есть коврик для резки, подложите его. С ним делать это намного легче. Теперь с легкостью мы можем согнуть наши линии сгиба. Наш подарок уже приобретает какие-то формы. Коричневые части нам нужно склеить вместе. Для этого мы берем, наносим клей. У нас клей ПВА, вы можете взять любой. И склеиваем. Как видите, теперь все собирается в единую целую коробочку. А нам предстоит только склеить. Не забывайте выдержать некоторое время, чтобы клей хорошо схватился. И завершающий момент. Осталась только одна сторона. Теперь берем самый маленький наш шаблончик. Мы уже проделали на нем линии сгиба. А теперь сгибаем. Осталось теперь ее склеить. Вот таким образом, как чашечку. Наносим немножко клея и склеиваем. Склеиваем каждый лепесточек нашей детали. Немного ждем, пока клей схватится, либо высохнет. И переходим к следующему. Наша половина кубка готова. Пока откладываем ее в сторону и приступаем к другой детали. Также изгибаем по линиям сгиба. Эта деталь больше, поэтому с ней легче работать. И склеиваем. Наносим немного клея и склеиваем между собой два лучика. Также наносим еще немножко клея на другую. На следующий лучик. Прижимаем и склеиваем. И склеиваем последнюю. Обе части кубка теперь склеиваем вместе. Берем наши полосочки и какой-нибудь круглый карандаш, либо маркер. И скручиваем нашу полосочку в спираль. Вот так. Наносим немного клея на самый кончик. И приклеиваем в нижнюю часть нашего кубка. С одной стороны и с другой. Теперь фиксируем верхнюю часть. Тоже на клей. С одной и с другой стороны. Осталось только приклеить сам кубок к нашей подставке. Наносим клей. Ставим в центр и прижимаем. Лишний клей вытираем. Теперь пришло время оформить нашу табличку, которую мы будем наклеивать на подставку с кубком. Будем писать лучшему в мире папе. Сначала мы делаем это простым карандашом. Для того, чтобы потом можно было красиво обвести. Теперь подписываем маркером. Наносим клей на обратную сторону. И приклеиваем, стараясь, самый центр нашей подставки. Осталось украсить наш подарок. Кладем такую вот стружечку. И туда бросаем конфетки. И по вашим просьбам подготовила отличный подарок. Открытка на день рождения папе из бумаги. А как сделать открытку своими руками с сюрпризом внутри, я покажу вам видео. Ну а прежде с тебя лайк. Берем плотную синюю бумагу размером 29,5 на 20 сантиметров. Находим середину и от нее делаем отметки в правую и левую сторону по 7 сантиметров. По этим отметкам сгибаем наши стороны. Я предварительно сделала линии сгибов. А они должны заходить друг на друга. Это будет лицевая часть нашей открытки на день рождения для папы. С одной из сторон отмеряем 8 сантиметров. И с легкостью сгибаем наш воротничок, не выходя за пределы открытки с обратной стороны отметки. Далее берем белый лист обычной бумаги размером 28 на 20 сантиметров. Складываем его пополам и вкладываем во внутрь открытки с сюрпризом. Если внутренность у вас не помещается, обрежем. Еще нам понадобится кусочек белой бумаги размером 14 на 7 сантиметров. Ставим отметки в 2,5 сантиметра и по ним делаем сгиб. Вот с этой стороны отмеряем по бокам по 3,5 сантиметра. Сделаем отрезки и вырежем эти боковые стороны. Они нам не понадобятся. Оставляем только центральную часть. Наносим клей и вклеиваем вовнутрь. Формируем воротничок. Вот как уже красиво, но не хватает галстука. Для него нам понадобится красная бумага размером 13 на 13 сантиметров. Делаем сгибы по двум диагоналям. Находим центр и к нему сгибаем два края. Теперь эти же края сгибаем пополам. Нижний угол загнем и будем делать из него узелок для галстука. Далее комментировать не буду, просто повторяйте за мной. Субтитры сделал DimaTorzok Далее комментировать не буду, просто повторяйте за мной. Теперь наш пиджачок декорируем пуговичками, кармашками и красивым платочком. Платочек вырежем из блестящего фоамирана. Вклеим его вот сюда, смотрится круто. Достанем рубашечку, откроем и вклеим вовнутрь голубую бумагу размером 28 на 20 сантиметров. Для удобства сложим пополам. Нанесем клей на одну из сторон и вклеим вовнутрь рубашки. Затем с легкостью вклеим и другую половину. Если что-то будет торчать, обрежем. Теперь будем делать сюрприз для папы. Возьмем белый лист бумаги размером 28 на 19 сантиметров. Сложим его пополам. С этой стороны отмерим 3,5 сантиметра. Соединим отрезком и на ней сделаем отметки в следующих размерах. Сверху и снизу. Соединим с нижней частью. Отмерим еще 2 сантиметра и тоже проведем линии вот здесь. Сделаем надрезы до этого уровня. Затем раскроем и прорежем дальше только с одной стороны. Вывернем их вовнутрь и загнем вот так. Здесь будут размещаться наши буквы. На оставшиеся части нанесем клей ПВА и вклеим вовнутрь. Затем раскроем. Вывернем. Затем раскроем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично! я подготовила буквы и на всякий случай оставила шаблон на них в описании под видео наклеим их по порядку теперь видно кому предназначена поздравительная открытка осталось совсем чуть-чуть наберись терпения и продолжаем дальше возьмем голубой лист бумаги формата а4 сложим его пополам и еще раз пополам раскроем одну часть и сделаем сгибы пополам каждой части разложим все и первую полоску согнем пополам и уже от нее пойдем делать так все оставшиеся полоски у нас будет красивая мелкая гармошка которую мы сложим вдвое и склеим между собой такие детали нужно будет две вклеим их на боковые части открытки красивая надпись усики и сердечки будут радовать всех на день рождения папа особенно если эта открытка сделана своими руками лишнее обрежем заклеим пиджачок на лицевой стороне и все я очень рада за вас такая открытка на день рождения папе из бумаги готова к уручению делайте открытки на праздник своими руками и переносите близким и друзьям огромную радость такими поделками берем синюю бумагу плотностью 180 грамм размерами 24 на 15 сантиметров и складываем ее напополам это будет основа нашей открытки а также берем такой же плотности розовый лист бумаги размерами 23 на 14 сантиметров и складываем его также напополам это будет внутренность нашей открытки нанесем клей на одну из сторон нашей внутренней части открытки клей наносим только на одну сторону прижимаем и даем клею высохнуть теперь нам понадобится прямоугольник такого же синего цвета размерами 10 с половиной на пять с половиной сантиметров наносим клей на половину нашего прямоугольника и приклеиваем сверху делая отступы по бокам ровные и выходя немного наружу закрываем и обрезаем верхнюю ненужную часть вот так находим приблизительно центр берем ножницы и надрезаем не больше половины где-то вот так сгибаем вот так и прижимаем точно также делаем с противоположной стороны на самом краю родника нашего пиджачка вырежем квадрат вот такой тоже проделываем с обратной стороны далее нам понадобится белый квадрат размерами 11 на 10 сантиметров плотность мы взяли немножко меньше 120 грамм находим середину и приблизительно сантиметра два делаем надрез наносим клей на три стороны низ и бок верхний трогаем и вклеиваем в нашу открытку углы также изгибаем как в пиджачке это будет воротничок нашей рубашки как видите наша открытка уже напоминает костюмчик но мы его продолжаем украшать дальше для нашего украшения мы возьмем вот такие серебряные полу бусины у кого таких нет можете взять пуговицы наносим клей и приклеиваем прямо в серединку сверху берем два квадрата один синий другой розовый синий квадрат 5 на 5 сантиметров розовый квадрат 3 на 3 сантиметра розовый это будет у нас платочек а синий кармашек приклеиваем сначала платочек а затем кармашек и украшаем красным бантиком раскрываем нашу открытку и наносим клей на самый край закрываем открытку и прижимаем чтобы наш кармашек выделялся мы нарисуем пунктирную линию на самом крае кармана правую часть нашей открытки мы украсили теперь перейдем к левой части для этого нам понадобится вот таких шесть квадратов розового цвета размерами 6 на 6 сантиметров из них мы будем делать розочку складываем напополам и еще раз напополам кладем вот так берем линейку и рисуем кружочек внутри если у вас такой линейки нет можете взять циркуль либо колпачок от чего-то нам главное нарисовать окружность в самом низу мы рисуем ножку ножка должна идти там где находятся сгибы вырезаем раскрываем и у нас получается таких четыре шарика у вас должно получиться вот таких шесть заготовок берем круглую ручку или карандаш и с помощью его мы сгибаем лепестки каждой заготовки вот таким образом берем одну заготовку наносим на самый краешек немного клея и склеиваем продолжаем склеивать сформируя вот такой бутон берем вторую заготовку капаем немного клея и приклеиваем вот так таким же образом продолжаем склеивать и наши лепестки второй заготовки к первой с каждым лепестком немного расширяя наш бутон нам понадобится еще третья заготовочка для нашего бутона клеем середину и также приклеиваем наши лепестки наш бутончик сформирован откладываем в сторону и теперь будем склеивать наши лепестки капаем клея немножко в середину и вклеиваем вторую пару лепестков поворачивая немного в сторону еще капаем клей и следующую пару еще поворачиваем в сторону вот так еще одна капелька в серединку и приклеиваем наш бутон расправляем наш цветочек и посмотрите какая розочка замечательная у нас получилась она будет приклеиваться в левый угол нашей открытки ну а прежде чем приклеивать мы сделаем вот такие красивые листики а как их сделать я сейчас вам покажу берем небольшой кусочек зеленой плотной бумаги складываем напополам и рисуем листочек вырезаем вот такой листик но мы его не раскрываем а складываем вот так как гармошечкой хорошенько прижимаем а вот теперь раскрываем и у нас получится вот такой красивый листик фигурный осталось только все приклеить немного украсим наш воротничок пунктирными линиями лицевую часть нашей открытки для папы на 23 февраля мы украсили переходим украшать нашу внутреннюю часть открытки для этого мы берем красную бумагу размерами 23 на 9 сантиметров складываем напополам сгибаем вот так если у вас получилось лишнее обрезаем к раскладываем и складываем все гармошечкой вот так кладем и начинаем рисовать сердечко вырезаем у нас получилась вот такая смешная цифра 2 но когда мы ее раскрываем у нас получаются такие замечательные красивые сердечки наносим клей на одну из сторон и вклеиваем нашу открытку где-то посередине наносим клей с верхней части наши цифры 2 и закрываем нашу открытку слегка придерживаем и даем время для высыхания клея а теперь посмотрим что же у нас получилось посмотрите какое у нас большое количество сердечек добавим еще немного сердечек самый уголок вот так берем ручку и подписываем нашу открытку так 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 Такая открытка понравится не только папе, но и любому мужчине. А можно подарить учителю по физкультуре, например. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, всем хорошего настроения, до следующего видео, друзья, пока-пока!